Нехарактерные осадки угрожают Байкалу. Уровень вновь бьет рекорды. Ежедневно он повышается на 2-3 сантиметра и создает опасность для экосистемы. 200-230% от нормы приходит приток. Следующий показатель. Обычно 1 сантиметр, сейчас 3 сантиметра повышается уровень. Даже относительно прошлого года текущий уровень Байкала составляет на 24 сантиметра выше, чем от предыдущего года, когда и так Росгидромет дал недостоверный прогноз. Колебания уровня воды серьезно сказываются на снижении биоразнообразия и популяции эндемиков. Непростая ситуация складывалась еще год назад, но в этом последствия могут быть печальнее. При дальнейшем повышении уровня возможное размытие перешейка, то объединятся у нас Баргузинские и Чаверокуйские заливы. И две экосистемы могут действительно прийти в такое несбалансированное состояние, последствия которой могут быть достаточно критичны для озера. Риски не только экологические, но и экономические. По прогнозам может размыть всю береговую линию, а здесь под ударом уже люди. В Кабанском районе может подтопить железную дорогу от села Выдрина до станции Посольская, а также населенные пункты Мурзина, Жилина, Оймур и другие. В Северобайкальском районе опасность высока для поселка Нижний Ангарск. Местное берегоукрепление может просто не выдержать. В случае размыла данного сооружения у нас на береговой линии непосредственно вблизи от среды воды находятся 16 жилых домов. Из них три двухэтажных, пять административных зданий, в том числе там рыбозавод, который построен еще в 30-е годы. И три соцобъекта. Это еще просуммировать. Это 41 населенный пункт с населением более 35 тысяч человек. И надо тоже говорить, а нашим селам, деревням по 250-300 лет живут здесь. Максимальные показатели уровня воды ожидаются на конец лета, начало осени. Правда, в этот период ситуация сложнится сезонными штормами. Специалисты считают, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, нужно сбрасывать лишнюю воду со стороны Иркутской ГЭС. Пока она работает не на полную мощность, а лишь примерно наполовину. Есть со стороны Иркутской области плотина ГЭС, которая при строительстве подразумевала технический сброс 6 тысяч кубометров в секунду для того, чтобы регулировать уровень. Сейчас на повышение сбросов иркутская сторона остро реагирует, хотя мы все понимаем, что эти сбросы необходимы. По итогам совещания прибрежным районам рекомендовали ввести режим повышенной готовности и постоянный мониторинг за уровнем воды в озере. Мария Кравцова, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok